Итак, дорогие друзья, мы продолжаем изучать самую великую мудрость в мире. Величайшую мудрость, то есть мы даже не можем понять для себя, насколько нам повезло, что мы можем прикоснуться к высшей, самой высшей мудрости, которая только есть в мироздании. Вот так, знаете, когда в открытую, то оно как бы не ценится. Если бы, например, этот урок стоил 10 тысяч долларов за участие, так тогда все бы вау, но по факту выше той мудрости, которую мы изучаем, в мире нет. Вот Михаил Ткач может подтвердить, наверняка он уже такой опытный, и такие уроки слышал, и такие, может, и комиссарук тоже с пару высшим образованием, Марина Шувалова и Лилия Берман тоже, шалом, всем шалом, всем доброе утро. И мы продолжаем изучать Тони Кауфман, человек, который обучает бизнесменов, и который я наверняка, чтобы обучать, он сам учится, и он понимает, что выше мудрости, чем мудрость Торы в мире нет вообще. То есть это доступ к файлам, файловая система создателя мира, создателя мира. Все, друзья, мы продолжаем, у нас 23 глава, 23 глава, и мы продолжаем, продолжаем ее изучать, все, всем видно, всем слышно, все. Все, и 23 глава, мы дошли уже до 22 отрывка. Нам сказали, давайте чуть как бы вернемся назад, что, вернемся чуть назад. Значит, было рассказано нам о воспитании чуть-чуть, да, о воспитании, о воспитании, что говорил как бы отец, говорит сыну, что если будет мудрым твое сердце, то есть первое, к чему ты должен стремиться, это мудрость, мудрость знать, как работает система. То есть ты не можешь выиграть в жизни, ты не можешь рассчитывать, что у тебя будет все хорошо, если ты не знаешь, как работает система. Поэтому самое главное, это понять человеку, вот эта вот божественная мудрость, где вообще, что такое хорошо и что такое плохо. Вот этот знаменитый вопрос, когда крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Так вот, мы не должны останавливаться на тех ответах, которые получили в 3-5 летнем возрасте, или даже в 20-летнем возрасте, или в 30-летнем возрасте. То есть нужно реально узнать, что такое хорошо и что такое плохо. И человек, который реально пытается исследовать и найти ответ на этот вопрос, он в итоге, он придет, что не может человек устанавливать другому человеку правила, что такое хорошо, что такое плохо. Или мы находимся в джунглях, мы все обезьяны, и ни у кого нет права устанавливать, что такое хорошо, что такое плохо. Или мы все должны признать некий единый источник, создатель мира, хозяин мира, который этот мир создал, и принять его установление, дерево познания добра и зла, которое он установил, и сказал человеку, не трогай это дерево, я установил, где добро, где зло, и значит, так оно и будет, и вот, значит, первое, что говорит отец сыну, бни, им хахам лебеха, и смах гам леби, значит, отец говорит сыну, если ты станешь мудрым, то есть, царь Соломон это все всем нам сказал, значит, будет радоваться мое сердце, если ты будешь не просто знать, а еще и делать, да, это у нас был 16 отрывок, будет радоваться мое тело, и так далее, теперь, если будет твое сердце завидовать грешникам, то есть, дальше у человека как идет развитие, он смотрит вокруг и пытается найти модель, на кого ориентироваться, значит, если он ориентируется на грешников, то тогда в лучшем варианте он получит что? их грехи, и опять же, в лучшем варианте, потому что до этого мы учили, что если он ленивый и завидует грешникам, то тогда, написано, он сожрет сам себя своей завистью, если он не ленивый и завидует грешникам, и начинает делать как они, он станет грешником, теперь, а кому мы должны завидовать? Мы должны завидовать страху перед Богом, то есть, мы должны завидовать качествам праведников, которые, если человек, может каждый человек их приобрести, эти качества, и тогда он получит и плоды этих качеств, то есть, зависть это то, что отключить невозможно, но ее можно перенаправить на то, что ты можешь получить, а что каждый из нас может получить, это любые качества характера, только надо работать, и вырабатывая в себе правильные качества, мы будем получать плоды этих качеств. Дальше говорится, что если такая у тебя будет надежда, как приобрести правильные качества, то что тогда? То она не будет выкорчевана, то есть, это надежда, которая, каждое твое действие в этом направлении, оно будет идти в плюс. И дальше он говорит, что услышь меня, сынок, он еще раз повторяет, и стань мудрецом, и здесь, опять же, почему он все время повторяет одно и то же, спросит, возникает такой вопрос, да, то есть, в принципе, мы уже дошли до 23 главы, и он все время возвращается к одним и тем же мыслям, что услышь правильное знание, и его застав свое сердце, свое мышление идти по этим рельсам, и он это повторяет, а почему он повторяет, а нет другого варианта, то есть, единственный вариант, как говорится, однородная мудрость, повторение мать учения, а в Америке говорят, что repetition, father of skills, то есть, для того, чтобы в какие-то skills, какие-то качества, какие-то навыки в себя вложить, есть единственный способ, конкретный, простой способ, повторяй, 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 как нам впервые вот сказали наши мудрецы, тот, кто учит и не повторяет, а сетура тахакева, сделает тару свое постоянное, и та напоминает, но еще, тот, кто миши зуре в локо цер, тот, кто сеет и не миши зуре в ломет в лохо зер, кому миши зуре в локо цер, так впервые вот это звучит, тот, кто учит и не повторяет, как тот, кто сеет и не срезает урожай, то есть, ты первый раз прочитал, ты засеял, но если ты не повторишь, урожая не будет, понятно, да, идея? Дальше, дальше мы двигаемся дальше, это мы уже учили, дальше он говорит, опасайся плохой компании, не будь среди тех, кто бухает и тех, кто жрет мясо, и объясняет, почему, потому что тот, кто бухает и жрет мясо, обеднеет, и будет он, если он еще и ленивый, так он и будет ходить еще и в лохмотьях, так нам царь Соломон пообещал, и вот мы дошли до 22-го отрывка сегодня, да, то, что мы не учили, шма лявиха зе яладеха, слушай папу своего, который тебя родил, в аль тавус кизакна и меха, и не пренебрегай, потому что старая мама твоя, значит, вообще непонятно, о чем идет речь, какой папа, какая мама, но мы учили раньше, помните, шма бни мусара виха, вальте тош метурат и меха, слушай сын мусар наставления своего папы, и не отклоняйся от торы своей мамы, мы учили в предыдущих главах, теперь здесь он говорит, послушай папу своего, он тебя родил, значит, царь Соломон жил 2800 лет назад, Тора была одарована где-то 3400 лет назад, то есть он жил за 600, уже прошло 600 лет одарования Торы, и уже в то время были люди, которые говорили, что это знание устарело, какая Тора, уже тут, уже скоро Греки появятся древние, их, правда, еще не было к тому времени, но уже как бы они предполагали, что будут скоро какие-то греческие философы, в то время тоже какие-то были люди, которые что-то там продвигали, какие-то новые идеи, там свои были Стив Джобсы, свои были какие-то еще там мыслители, да, и он говорит, царь Соломон, послушай, есть твой папа, который тебя родил, кто мы все, мы дети Авраама Авину, то есть Авраам, праотец Авраам, он соединился с Богом, получил от него знания, и дальше вот мы идем по его пути, дела отцов для сыновей, и слушай папу своего, и не отходи от учения матери твоей, я могу по себе сказать, то есть вот есть Тора, ну, нет ни одной вещи, которую я где-то встречал, которая бы не была бы в Торе, то есть все есть в Торе, абсолютно, но тем не менее, ааа, Тора, вот, вот, сейчас вот какая-то тренинг, там, НЛП, там, то, все, пятая психология, все есть в Торе, без исключения, об этом сказал царь Соломон, слушай папу своего, и не отходи от мамы свои учения, несмотря на то, что кажется, что это старое знание, но именно потому оно и настоящее, что оно не меняется уже четыре тысячи лет, и оно доказало свою жизнеспособность, жизнестойкость, то есть евреиский народ, именно благодаря тому, что все время держался за Тору, соблюдал Тору, знал Тору, шел по Торе, именно благодаря только этому, этот народ прошел через всю историю, то есть современники, евреи пирамиды строили, да, чтобы, евреи были в Египте три тысячи, почти четыре тысячи лет назад евреи были в Египте, евреи в Древнем Риме, как раз там есть вот эта арка Тита, когда он разрушил храм, и прямо на арке римляне, грабители, да, они тащат из храма, награбили, знаете, вот вообще вот вдуматься, да, арка, мы, значит, захватили чужой город, ограбили у них храм и забрали у них сокровища, мы крутые римляне, вот они тянут награбленное, это знаете, как если бы воры ставили себе у себя во дворе памятник, как я ограбил соседа, да, и вот знаете, он и вор показывает своим, ну, людям, вот экскурсия, смотрите, я соседа ограбил, вот памятник, как я телевизор его выношу, смотрите, крутой какой, да, вот это римляне, и вот эти же римляне, которые, они захватывали людей, заставляли их под страхом смерти работать на себя, это рабы, и заставили они евреев, просто были люди, сидели в Иерусалиме, никого не трогали, они их заставили строить этот колизей, вот как раз разрушили храм и через 15 лет построили колизей, те евреи, которых угнали римляне в рабство тоже, это второй памятник, и потом представьте, этот же сосед говорит, а вот сына его, вот этого соседа, что я его убил и телевизор его ограбил, вот это памятник, как я у него телевизор уношу, а это я его сына, значит, в рабство забрал и заставил мне вот этот колодец построить, посмотрите, крутой колодец, но сына потом продал, правда, его тоже куда-то продал, вот это римляне, которыми весь мир восхищается, это звери, какие-то животные чистые, и вот, значит, Тора, она чистое, конкретное знание, которое прошло, прошло и продержало, неважно, колизеи евреи строили, еще что-то они делали, они проходили сквозь историю, их держала Тора, жизнь, сила, умение в любой ситуации, выйти из нее, пройти через, там, пешком через всю Европу, и остаться таким же сильным народом, и вернуться еще и в Израиль, и за 70 лет построить на пустыне и на болотах, построить рай на земле, технологичный, красивый, работающий, все растет, процветает, и так далее, то есть, это все Тора, и нужно ценить то, что есть, нужно реально понимать ценность того, что самое ценное, самое важное вещь, которое есть в мире, и вот, значит, дальше он говорит, он говорит дальше, да, не пренебрегай Торой, 23 отрывок, эмет кне, альтим кор, истину приобрети, истину купи, то есть, кне это приобрети, и не продавай, и дальше он расшифровывает, что такое истина, это хохма, мусар и бина, есть три самых ценных вещи, которые есть в мире, хохма, это божественно мудро, знание, как работает система, знание аксиом, мусар, это психология Тора, умение заставить себя, свое животное начало, действовать, исходя из этих правил, исходя из этой истины, потому что животное, часть человека, его сущность, его эмоциональное мышление, его инстинктивное, вот это вот животное тело, оно специально запрограммировано идти против Торы, теперь мусар, это то, что позволяет тебе держать себя в узде, и вести себя по этому пути, то есть, это мусар, что такое бина, бина, это умение делать выводы, потому что вот этот мыслительный аппарат, то, что называется логика сообразительности, он не у всех срабатывает, то есть, бывает, что человек делает абсолютно неправильные выводы из исходных данных, и вот эти три вещи, это самые ценные вещи, хохма, мусар, и бина. Теперь, а что значит, их надо купить вначале, а потом не продавать? Значит, для того, чтобы приобрести эти три качества, нужно жертвовать чем? Удовольствиями этого мира, то есть, человек, который, если повезло, например, человек родился в семье, где родители понимали ценность Торы, они брали ребенка, в три года его отдавали в Хедер, и в Хедере ребенок сидел с утра до ночи и учил Тору, если он не учил Тору, его бил по рукам преподаватель такой специальной палкой, потому что ребенок, он как, ну, это еще такое животное, неорганизованное, да, у него мышление, он себя не контролирует, тело он себя не контролирует, то есть, он совершенно разболтанный, его Тора ставила в рамочке, чтобы он рос и развивался именно в рамках правильного воспитания, но если человек уже взрослый, то он запрограммирован на поиск удовольствий, на поиск развлечений, на поиск чего-то, вот всем этим надо пожертвовать, для того, чтобы приобрести, приобрести вот эту вот Тору мудрость, теперь, а что значит ее не продавать, значит, я вот как раз сегодня специально нашел статью одну, я вам потом сброшу ссылочку в конце, на что можно обменять потом божественную мудрость, вот этот вот мусар управления собой, и вина, это сообразительность, был такой человек, его звали Залман, его звали Кальман, вот Кальман точно там было, второе имя я не помню, Кальман было имя, Кальман, фамилия его была Высоцкий, значит, этот Кальман Высоцкий, он учился в Ешиве, в Воложинской Ешиве, и это самая такая была крутая Ешива, в 1830-40 году, в Литве была самая крутая Ешива, в городе Воложин, и он там учился в городе Воложин, в этой Ешиве, потом он поучился, поучился, и решил, что надо зарабатывать деньги, значит, начал заниматься земледелием, продавать зерно, и не очень у него получалось, он пошел, ему было тогда 30 лет, пошел он учиться у Раби Строля Салантера, Раби Строль Салантер, он как раз и был основателем движения вот этого мусар, мусар это как психология Торы, управление собой, управление своим интеллектом, своим мышлением, своим телом, это движение мусар, как переводят нравственность, но это именно психология Торы, как управлять собой, и Раби Строль Салантер, он был основателем этого движения, Залман, Кальман, Кальман Высоцкий, поучился у него несколько лет, и приобрел мусар, в Ешиве он приобрел бина, и приобрел хохма, то есть у него были как раз эти три составляющие, в 30 лет он выходит и от Раби Строля Салантера, и что он делает, он имея вот такие знания, как работает мир, управляя собой, и обладая невероятной, невероятно обладая вот этой вот бина, сообразительность и логика, он в течение буквально нескольких лет получает, начинает торговать самым на то время растущий был рынок чая, и он заходит на этот рынок чая растущий, и чай Высоцкий, была даже такая поговорка, что чай Высоцкий, сахар Бродский, и потом вся Россия Троцкий, он у них у всех все забрал, и значит, в общем Высоцкий становится чайным королем, мультимиллионером по тем временам, и в 906 году он благополучно умирает, за это время он успел очень много денег пожертвовать при жизни на Израиль, он был глава всех этих обществ, заселения Израиля, заселения Палестины, очень много туда давал денег, и в итоге, когда он умер, он сказал все свои деньги, он компанию разделил между членами семьи, но свою долю в компании он полностью всю пожертвовал на благотворительность, то есть он прожил очень круто свою жизнь, и при этом он пришел туда, как говорится, с чемоданом денег, потому что он все пожертвовал, и был религиозный человек всю жизнь. Его дети, у него был один сын и три дочери, они уже не были такие религиозные, они выросли в богатстве, в Ишивах не учились, и они еще были, в общем, было написано так в этой статье, его внуки уже были нерелигиозные, и его внуки спонсировали партию эсеров, и на деньги внуков уже была первая революция в России, которая освободила всю систему. Кстати, опять же, тоже очень интересно про революцию, я вот в течение последнего года узнал очень много интересных фактов, да, про революцию в России. Интересно, что Россия оставалась последней страной в мире на тот момент, последняя страна в мире, где евреи были гражданами второго сорта, где евреи были как в рабстве, была черта оседлости, они были лишены прав, где были санкционированы государством, еврестии погромов, в которых гибли тысячи невинных людей, и когда Россия приехала к своим союзникам в Америку, а в Америке в это время евреи имели равные права, они были очень лояльны, в любом государстве евреи обязаны быть лояльными гражданами государства, это обязанность по религии, еврей должен, то государство, в котором он находится, он должен слушаться законам этого государства. И был такой, его звали Яков Шуб, Яков Шуб, он был один из в Америке главных таких финансистов и так далее, и они сказали российскому правительству, как вы можете держать еврея в рабстве, санкционировать погромы, это вообще не вылазит ни в какие вообще рамки. Но сказал тогда российская делегация, они сказали, нам все равно, у нас евреи не будут иметь равные права. И Америка сказала тогда, мы вам помогать деньгами не будем, Франция и Англия тоже самое сказали, и Россия, оставшись без денег, там произошла революция, и когда они говорили, мы евреям равные слова нет, права не дадим, вот эта вот сила давления равна силе противодействия, и те евреи, которые бороли за свои обычные части права, они сделали революцию, чтобы освободиться, но потом власть в этой революции захватили преступные элементы, и значит, и в общем, все дальше вы знаете всю историю. Так вот, что значит не продать, приобрести мудрость, божественную мудрость, приобрести вот это вот качество психология Тора, управления собой, приобрести вот эту логику, которую дает Тора, и не продавать это, не обменять это на удовольствие, сиюминутное удовольствие этого мира, потому что когда ты это уже приобрел, у тебя появляется намного большая власть и сила, которую ты мог бы поменять на деньги, власть, славу, и сказал нам царь Соломон, нет, приобрети мудрость и ее не продавай. Ее не продавай. И последний, давайте посмотрим сегодня у нас, последний отрывок, последний сегодня отрывок, 24-й, он звучит так, Голь Ядиль Ави Цадик, значит, Голь Ядиль, это будет ликовать, будет ликовать папа Цадика, отец Цадика, отец праведника, будет ликовать отец праведника, и будет тот, кто родил Хахама, родил мудреца, он будет радоваться в нем. Значит, тоже непонятно, есть здесь разные-разные слова, есть ликование, есть радость, есть отец и есть родители. Значит, Малбим объясняет нам суть этого отрывка. Значит, когда, есть понятие Цадик, и есть Мудрец. Цадик это праведник, Мудрец это постигший мудрость Торы. Значит, первая разница между Мудрецом и Праведником. Значит, Мудрец, он знает, у него есть набор знаний, но он не всегда эти знания использует для того, чтобы сделать правильные действия, то есть быть, выполнять заповеди Бога. Тот, кто выполняет заповеди Бога, преодолевая свою животную природу, тот, кто всегда выбирает добро, а не зло, он называется Цадик, праведник. И он может не обладать большими знаниями, просто он в выбор, когда надо выбрать, что сделать, как поступить, он всегда выбирает Бога и выбирает добро. Но Цадик, как сказал нам царь Соломон, нет Цадика на земле, который бы не грешил. То есть он, так как это постоянный выбор, то есть это постоянная свобода выбора, иначе не было бы награды, иначе весь мир был бы чистой механикой. Так как в этом мире мы реализовываем свою свободу выбора, то Цадик, это тот, кто делает в данный момент выбор в сторону Бога. И поэтому Цадиком может стать каждый. Это есть в трактате Кедушин, есть такая Мишна, где разбирается вопрос, вот если человек сказал другому человеку, ну там речь идет о женитьбе конкретно, какой-то человек сказал женщине, говорит, выходи на меня замуж на условиях, что я праведник. Или он ей сказал, выходи за меня замуж на условиях, что я злодей. Теперь, или же он ей сказал, выходи на меня за меня замуж на условиях, что я там коин священник, или выходи за меня замуж на условиях, что я леви. Ну там не кое. В общем, там приводится несколько примеров, когда он ей говорил, что вот ты посвящаешься мне и как бы ее делал своей женой, но дальше оказывалось, что он обманывал. Оказывалось, что он обманывал. Это условие было не выполнено. Так вот, во всех случаях он ей не должен давать дед. То есть процесс свадьбы не состоялся. Он изначально ее обманул в этом условии. Но если он сказал, что я цадик, а выяснилось потом, что он злодей, или он сказал, что я злодей, а выяснилось потом, что он цадик, он должен ей дать дед. Почему? Мудрецы говорят, разница между цадиком, праведником и злодеем, это разница в одной мысли. То есть в момент, когда человек подумал, эх, зачем я грешил, как я мог, я хочу только идти к Богу, да, в этот момент он становится цадиком. То есть в момент, когда мысленно он направил себя на Бога, в этот момент он прямо бах. То есть нет же другой реальности, кроме реальности этого момента. В момент, когда он, он был цадик такой, все, и он в этот момент стоит и думает, так, все, сейчас иду там идолом служить, значит, все, иду сейчас уже служить идолом, прям начинаю, разогнался уже. В этот момент он злодей и все, то есть он уже не цадик. Так вот, здесь написано так, пускай ликует отец цадика. Отец это тот, кто не обязательно, отец это тот, кто его родил. Отец это тот, кто его научил. И в момент, когда тот, кого ты учил или кого ты родил, то есть отец включает в себя и родил, или учил тоже, это отец. В момент, когда тот, кого ты учил или кого ты родил, он поступает как цадик, ты должен ликовать. То есть ликование это такая резкая радость, потому что это момент, ты должен его использовать по максимуму. И он может проскочить в любую секунду. Но если написано, пусть радуется радостью постоянной родитель, родитель мудреца, если это передается в качество ума, интеллекта, которое воспринимает хорошо мудрость, передается по наследству. Хорошая память, хорошая восприимчивость, хороший быстрый ум и так далее. Если удалось вам родить умного человека, то радуйтесь, он уже умный. Будет ли он праведником или нет, это большой вопрос. Это уже его выбор. Это его выбор. И у каждого из нас теперь, если повернут на себя, есть выбор. Быть цадиком или быть злодеем. И этот выбор, свобода выбора есть у каждого. Теперь быть мудрецом или не быть мудрецом, это сложнее. Мудрость это такая штука, то есть одним дано больше учиться, другим не дано больше учиться. Но нас будут судить только за праведность. Не за знание, а за праведность. За то, как мы использовали свои знания. Все, дорогие друзья, поэтому давайте сделаем выводы из сегодняшнего урока. Первый вывод какой? Что надо приобретать мудрость. То есть самое главное в жизни дела это приобретать правильные аксиомы знания, учиться с собой управлять, себя контролировать, свое мышление, тело, эмоции это мусар. И третье, что бина это умение правильные делать выводы, логика. Это надо приобретать. И второе, то что мы сегодня изучили, второй у меня вывод какой? Это что надо радоваться. Если все получается, надо радоваться, прям ликовать. Все, будем ликовать. Все, жду ваши выводы. Обязательно напишите свои три вывода. Поделитесь, поделитесь с Торой, поделитесь своими знаниями. Потому что только когда вы передаете то, что вы поняли, в этот момент оно остается у вас. И как говорил Раббан Йоханнен Бен Закай, «Им ламата тара арбе, если учил ты много Торы, аль такзик ту вали от смыха, не держи это добро для себя». Ликак на царте, ты для того был создан, чтобы делиться этой Торой. Если вы что-то для себя поняли, осознали и реально за что-то зацепились, расскажите, поделитесь с тем-то, и тогда оно останется у вас. Все, так что пишите выводы и делитесь и страницей, и уроками, и своими выводами. Все, удачи, успехов, всем пока.